Территория спорта день за днём становится всё больше и больше. Нам нужно двигаться быстрее, чтобы успевать за петербургскими любителями активного образа жизни. В рубрике «Бегущий Питер» мы показываем яркие старты северной столицы. От знаменитых марафонов до обычных забегов, доступных каждому. Мир стремительно меняется, но бег никогда не устареет. В мае последние снега под Петербургом тают, хоть и очень неохотно. И город открывает летний беговой сезон. То есть сезон классических забегов налегке, без зимних шапок, термоглия и прочих издержек северного климата. Традиционно в первых числах мая на Дворцовой площади проходят небольшие старты в честь открытия сезона. Это как бы разминка перед настоящими марафонами, которые тоже уже начинаются, но выйдут на пик ажиотажа только ко времени белых ночей. Массовые забеги в центре Петербурга проходят уже 100 лет и собирают тысячи участников ежегодно. Это одна из старейших спортивных активностей на территории России. В нынешнем году, ровно 1 мая, сезон решили открыть звездной эстафетой. Это традиционные старты в честь Дня Победы. Дистанция около 8 километров прошла от Дворцовой площади по набережной Мойке, а затем обратно на площадь по Миллионной улице. После парковых кроссов это кажется совсем небольшой и несложной дистанцией, но эстафеты ведь обычно и не бывают длинными. Участники должны чувствовать друг друга и работать в команде. Собралось на забег около 2,5 тысяч человек, в том числе сборные петербургских вузов и школ. Собственно, именно студенты стали главными героями гонки. По сути, это был такой межвузовский турнир, где команды разных универов боролись друг с другом по скандированию ведущего и облике строгих тренеров. Огромный плюс Дворцовой площади как место массовых мероприятий, то, что она и так пешеходная зона, так что перегораживание не мешает дорожному движению. В принципе, по самой Дворцовой можно проложить очень длинную беговую дистанцию, но организаторы всегда стараются дать бегунам смену картинки и в случае Петербурга показать как можно больше дворцов и каналов. Поэтому в день майских эстапет на площади разместили только главные точки забега, палатки с активностями и спонсорскими товарами, финишный стартовый створ, ну и, конечно, огромный баннер в память победы. Но даже так проложенный по Дворцовой кусок беговой трассы производит необычайное впечатление. К такому Дворцовую площадь Петр Великий, кажется, не готовил. С погодой на этих майских праздниках нам определенно не повезло, так что открытие летнего сезона бега получилось странным. Большинству участников пришлось тепло одеться перед стартом и скидывать жилетки лишь на время года. Только самые-самые стойки и весь день рассекали в легких майках. Первомайские эстафеты открывают один из самых насыщенных спортивных месяцев года в Северной столице. Одних только крупных забегов в мае ожидается три штуки. Ну, прежде всего, это легендарный царскосельский марафон на несколько дистанций, в том числе полноформатные 42,2 километра. Кроме того, 12-километровый забег в честь Дня Победы 9 мая в Александрийском парке, а также благотворительный забег Петербургского дневника в Приморском парке Победы уже под самый конец месяца. Меньшие старты можно еще очень долго перечислять. Майя обещает стать очень насыщенным, и петербургские бегуны найдут способы согреться в любую погоду. Моделка a Моделка Субтитры сделал DimaTorzok